В «Видном» тестирование на сдачу нормативов ГТО проводится регулярно. Одно из мест, где можно выполнить спортивные испытания – бассейн «Дельфин». Несмотря на то, что плавание не входит в число обязательных дисциплин ГТО, а выбирается лишь по желанию претендента на заветный значок, уже по числу пришедших в бассейн можно было сделать вывод, что этот вид спорта очень популярен у школьников. Более 40 мальчишек и девчонок надели купальные костюмы и вышли на плавательные дорожки. Рафаэль Аракилов из Видновской гимназии с результатом чуть более 28 секунд показал лучшее время. И неудрено – парень уже 6 лет занимается плаванием и является обладателем первого юношеского разряда. Я занимался плаванием до этого, то есть я знаю, где надо делать ковырок, как надо прыгать, чтобы был хороший результат. То есть мне было легко. Правила здесь самые элементарные. Старт на выбор – или с тумбы, или от бортика бассейна. А саму дистанцию 50 метров можно преодолеть любой техникой плавания. Впрочем, каждая секунда теперь играет важную роль. С 2018 года у нас есть некие нововведения. Если раньше можно было проплыть на серебро и бронзу, например, без времени, просто 50 метров, то сейчас обязательно нужно показать определенный результат. Представители центра ГТО и судьи с приятным удивлением отмечают отличную спортивную подготовку школьников. Практически каждый успешно справляется и показывает на воде отличные результаты. В целом, если сказать, все ребята довольно-таки неплохо подготовлены. Наверное, процентов 90-95, наверное, процентов все сдали зачет по плаванию. Особенно радует позитивный настрой старшеклассников. Для них сдача норм ГТО – это не тяжелая повинность, как можно было бы подумать. Ребята с удовольствием пришли в бассейн. Им самим интересно преодолеть себя. К тому же, обладание значком дает и определенные бонусы. При поступлении, если я сдам все хорошо на золото, я могу получить дополнительные баллы в определенных университетах. Но также это большой опыт на самом деле. Я в каких-то сферах могла быть лучше. Я это понимаю. Теперь можно совершенствоваться. Узнать о других этапах сдачи норм ГТО можно в Центре тестирования. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Продолжение следует...